Вот когда Кофи ведут на казнь, последние фрагменты рассказа от героя Хэнкса, получается странное ощущение, как для зрителя. Кофи-то согласен с тем, что он-то ждёт казни, он же говорит, что он устал от подобного всего, что видел, и для него казнь – это, по сути, избавление. А для надзирателей, получается, они-то прониклись к нему, и они даже знают, что он невиновен, для них это наоборот, это их обременяет, то, что сейчас происходит. И получается так, сцены переворачиваются, это как будто он их туда ведёт. Ну, им туда тяжело идти, а не ему. И тем не менее, когда они приходят, и Кофи предоставляется, возможно, сказать, последнее слово, он говорит, что «я сожалею о том, что я такой». А вот почему он так сказал? Тяжело. То есть, ты ж всё вот это паскудство видишь, потрогал этого, увидел вот такое, потрогал того, увидел вот такое… Есть у него ещё одна книжка, называется «Мёртвая зона» у Кинга, там как раз про какого-то этого… учитель попал в аварию, лежал в коме, а из комы, когда вышел, он когда трогал людей или вещи, которые людям принадлежат, ну, типа вот этот человек утонул, а от него шарфик, он его потрогает и чувствует, как тот тонет, как захлёбывается, жизни лишается, ну, и это ж то же самое, что он потрогал и в подробностях видит, как он этих девочек там насиловал, убивал, ну, наверное, это для психики-то тяжело, поскольку он такие вещи видит и знает, жить негр откровенно не хотел, не хочу вообще, хватит, достаточно, убейте меня поскорее, с Богом я за тебя переговорю. Тогда у меня последний вопрос остался, ну, нас возвращают в дом престарелых, ну, точнее, как уже в старушку, где у Хэнкса припрятаны, всё, и мышонок оказывается тоже живой. Оказалось, что когда Кофи вылечил вот этот недуг Хэнкса, он ему передал долголетие. Да. А. Но герой Хэнкса воспринимает свою долгую жизнь как наказание за свои грехи. И вот всегда в историях, ну, в кино подчёркивается у каких-нибудь там вымышленных персонажей, которые там долго живут или вообще бессмертны, что это очень тяжело пережить всех своих там родных и близких. Ну, вот как вы считаете, нет ли тут такого тоже подлога? Потому что акцент сосредоточен только на недостатке. Ну, это только недостаток в вечной жизни. Ну, для меня первое, оно же главное. Странно, во-первых, и мышонок там видно уже весь седой там, с трясущимися лапами и хвостом. И Хэнкс адски старый. А зачем они старые? Т.е. смысл жизни в том, что в тебе всё бурлит, нормально циркулирует, т.е. ты молодой. 33 – это вот хорошо, максимум 35, да, Дементий. Дальше по наклонной. А зачем тебе жить, если ты, не знаю, под себя уже ходишь? Зачем такая жизнь должна? Ну, Хэнкс бодро себя чувствует. Непонятно. Ну, что, ну, хер-то не стоит, когда ты будешь жить? Я считаю, мне так кажется, что если это божий дар, он был бы такой, какой был, т.е. вот в тот момент, когда он его потрогал, он бы таким и остался. Именно это и было бы адской трагедией, что ты остаешься молодым, а твоя любимая жена состарилась при тебе и умерла, как горец, в общем-то, это невыносимое горе. Да-да-да, вот это страшнее. Когда умерли твои дети, твоя жена – все умерли. Родители-то помрут, не знаешь, куда бежать, а когда вот так – ну, это ж вообще пипец. Это же ведь только с одной стороны, это только негативная часть подобного расклада, есть же и другая часть, что ты много всего увидел. Ну, оно тебе надоест очень быстро. Примерно, если у тебя мозги есть, считай, к 40 годам ты уже всё посмотрел. Кто понял жизнь, тот не спешит. Уже всё посмотрел. К 50-ти тебя начнёт тяготить ряд вещей, потому что всё время одно и то же – ничего, ну, что-то нового, ну, ездить. Съездить на Пальмы посмотреть или посетить остров Маврики, там, Мадагаскар, ну, что-то там не видел. Кино. Ну, посмотришь на Бообабы, да, прикольно, ну и всё. После 10-го Бообаба примерно, это ж как воробьи, видел одного – считай, что видел всех. Так, например, готические соборы во Франции – видел один – считай, что видел всех. Франция, ничего там тебя не тронет. Это Франция. К 60-ти годам ты уже насмотришься на всё, и оно всё на убыль, а дальше зачем ты живёшь – вообще уже непонятно. на этот, так сказать, возраст дожития. Ну, хорошо, вот ты там, да, дожил до ста, всё ты видел, всё ты пробовал, всё уже есть. Интересно ли тебе это? Я не пробовал… Но мир же тоже меняется. Я не пробовал, до ста лет даже, он меняется только в худшую сторону, только в худшую, у тебя психологически всё устроено так, что ты помнишь, когда ты был молодой, кровь кипела, ты носился… Ой, если ещё любимая музыка заиграет, я побольше зимой Да, ты носился такой умалишённый, всё было здорово, а теперь нет, ничего не кипит, в общем-то, я всё видел, я всё знаю, и что вы мне ещё показать-то хотите? Оставьте в покое, дайте я побыстрее умру, только вот, чтобы не мучиться, всё, насмотрелся, достаточно. Мало ли ты слышал про стариков, которые говорят, я не хочу больше жить, даже несмотря на то, что они здоровые, и, как говорила мама Ливия, скорее бы Господь меня прибрал, потому что сил моих смотреть на всё это нет никаких. То, что вокруг меняется, ну, редким людям это интересно. Большинство граждан уверенно полагает, что раньше всё было лучше, небо было гораздо более синее, трава была зеленее, сахар слаще, девки постоянно давали, хер стоял, а теперь вообще не пойми, что это такое. Не, они дают, но небо не такое. Да. Дима, а правильно ещё, что вот в этих скандинавских схагах, там, когда совсем древние викинги говорят, слушайте, парни, я что-то застрял в этом мире, несите меня на утёс и бросите меня, блядь, с утёсом поскорее вниз. Нормальные люди погибали в битвах, т.е. там, забросив щит за спину и рубя с двух рук, вот, если ты так погиб, то это религиозно правильное... Круто. А если дома в койке, то лучше, да, лучше бы отнесли и с обрыва скинули хоть как-то смерть принять, насильственную хоть какую-то, а не вот это вот там тихое угасание. Поэтому, повторюсь, то, что он старый – это, на мой взгляд, неправильно, но тогда бы пришлось отмести этот дом престарелых, и непонятно, что бы он там рассказывал. Старость неясная, зачем жизнь продлевать, если ей нельзя нормально пользоваться. Продление жизни имеет смысл, в моём понимании, когда я бегаю, как демон по-прежнему, прыгаю в 25-метровый бассейн, например, проныриваю, я уже давно не пробовал, женщин любишь и всякое такое, а старому тебе всё это зачем? Для чего? Литровую кружку пивом, махом, пить. Ты же даже сексуально непривлекательный вообще, зачем тебе эта жизнь? Чего там? Бухать нельзя, тебе плохо всё время, зачем? Как в известной присказке, если вы с утра проснулись и у вас ничего не болит, значит, вы умерли. Ну, зачем такая жизнь нужна? У меня один еврей знакомый, Дыни Покойный, очень уважаемый человек. Я его спрашиваю, как на пенсии живётся? Дима, хорошо, если бы ничего не болело им. Вот и всё. Вот. Ну, по двоя итог. Отличный фильм. Вообще, на мой взгляд, один из выдающихся. Примитивный? Да, примитивный. Зато отличная история, отлично рассказано. Замечательные актёры. Хэнкс. Негр, кстати, не актёр. Его там на каком-то баскетбольном матче, по-моему, увидели и нашли, как Памелу Андерсон. Круто. Да. Снайпер из спасения рядового Райана. Все отличные люди. Начальник тюрьмы из художественного фильма «Бэйб». Помнишь, он там свинку воспитывал, у него поросёнок вместо собаки был. Скоро сделаем. Этот, как его, здоровый надзиратель, этот, как его звали, я забыл. Тоже известный… Он с коллегом. Брут. Брут, да. Ну, раньше много где был такой, в боевиках в основном снимался, тоже толковый. Ну, Сэм Роквилл, я, кстати, с удивлением как-то даже забыл, что это он вообще, такую мразь изобразил вообще. Замечательный. Ну, он всё отлично играет. Наверное, второй после Гэри Олдмана, который вот мразей всяких изображает, просто десятибально, отличная актёрская игра, Дарабонт, режиссёр, молодец, так вот уловил замечательно, всё здорово получилось, очень хорошее кино. Единственное, что музыку я, например, не помню, никакой главной темы как-то вот у меня не осталось, но сам факт, главное то, что она не мешала, эта самая музыка, нормально всё вписалась. Всё. 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 Всё.